что друзья здравствуйте всем ударный подкаст и сегодня мы в академии единоборств будем обсуждать предстоящие крутое спортивное событие в городе иркутске а именно 8 числа 8 декабря во дворце спорта труд состоится крутое спортивное мероприятие сибирский легион друзья у нас сегодня в гостях цель федерации панкратиона россии косич климов максим любин парни ассалханова и история с этим мероприятием почему сейчас почему не раньше и во что и дальше что 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 действительно я полностью соглашусь что наверное нужно было и раньше это все провести то есть пандемия как бы давно завершилась и вот так получилось что таких ярких спортивных событий вот в нашем спорте то есть так скажем в боях на панкратиона ммэй там разные есть аббревиатуры вот этих событий в иркутске не было и не было уже больше шести семи лет наверное я считаю что не помню дату последнего турнира но вот что-то мне напоминает что был 2016 год последний турнир который проводился в иркутске это я бы сказал что те турниры которые в то время проводились они были там больше такие местечко регионального значения так скажем без таких громких вывесок без тех спортсменов которые приезжают к нам из других стран в общем мы сейчас решили что иркутск очень долго уже был без боев иркутск соскучился по боям и мы вот с моим другом и коллегой руководителем лиги mfp дмитрием коньковым в разговоре давно эти планы вынашивали но сейчас вроде как и у него и у меня то есть освободилось и время появились какие-то возможности и мы решили эти турниры ну возобновить был еще турниру в январе 18 года в ангарске который проходил ангарское побоище когда он был проведен совместно тоже лига mfp и файт клуб чердак файт клуб чердак это возглавляет эту организацию сергей валентинович селко знаю сейчас является до президентом областной федерации бокса он очень много сделал для развития спорта в том числе академии единоборств это его идея и так скажем его участие есть большое финансово в том числе поэтому вот в турнире файт клуб чердак большей частью проходившие в братске вышли так скажем за пределы было желание проводить и в иркутске бои и вот ангарской побоище в январе 18 года тоже был такой кстати громкий турнир полный дворец спорта ирмак в ангарске когда собрался большую большую были очень интересные яркие бои с того времени можно вести отчет с 18 года до что в это вот не в иркутске не в ангарске таких турниров не проводилось поэтому я думаю что заскучали и пора уже пора это история будет иметь какое-то продолжение мы планируем да нам очень хотелось чтобы эти турниры стали регулярными вот чтобы иркутский зритель так и искуски фанаты вот этого нашего эмоционального такого боевого спорта чтобы они привыкли чтобы они строили планы чтобы они понимали что иркутск на самом деле ничем не хуже чем любой другой город крупный в которых проводится вот ну такого рода большие яркие спортивные события поэтому мы считаем что иркутск не хуже вот мы считаем что иркутск достоин и мы считаем что в иркутске во первых есть много хороших бойцов спортсменов которые могут так скажем за родной город постоять в противостоянии с сильными соперниками и здесь всегда были хорошие бойцы и есть и будут я уверен хорошие бойцы и это очень важно потому что те люди которые приходят на турнир они приходят прежде всего эмоции получить поболеть поддержать ребят вот максима поддержать боира поддержать других ребят которые будут участвовать там алексея кима романа лукашевича там сергея сингейма и это самое важное то есть ребята которые вот трудятся упорно на тренировках выходят и готовы свое мастерство продемонстрировать но они это делают в том числе для того чтобы вот как помните было на первых олимпийских играх где был включен панкратион еще в древней греции то есть был амфитеатр да ну своего рода колизей и вот соревнования по панкратиону проходили собиралось большое количество зрителей все значит болели поддерживали тогда считалось бойцы которые побеждали вот в олимпийских играх по панкратиону это были самые то скажем известные люди самые пристиг но это было престижно очень это учат серьезная история панкратион был в составе дисциплины олимпийских игр кроме борьбы это еще было до борьбы то есть тогда был только панкратион ну там на колесницах езда на метание копья вот вот на тех олимпийских играх панкратион был ну максимально револю боевуюсь кулачный будет которую потом пошел бокс это появилась позже вот поэтому мы считаем у нас даже слоган нашей федерации панкратион россии рожденный первым он имеет несколько такое двойное значение но и это историческое значение в том числе то есть панкратион рожденный первым от него пошли уже все так скажем остальные европейские виды парни как настроение максим хорошие такой исторические заряжены заряжены ну скажу так много с кем разговаривал уже действительно такой определенный эмоциональный этот эмоциональный фон этого события есть определенный такой шумок что да где-то что-то будет там и так далее так далее так далее не было соглашусь с вами константин валерьевич не было в иркутске таких предприятий не то чтобы мероприятия что почти не то чтобы давно а мне кажется вообще потому что вот я вижу потому как идет раскрутка этого турнира что подход такой уже уровнивый но нам удалось собрать профессиональную команду в том числе и маркетологов да в том числе специалистов в пиар сфере а вот и это это важно на мой взгляд потому что мы же продвигаем ребят продвигаем события и об этом событии должны говорить это то есть ну нашим нашу цель я считаю это правильно парни должны приехать скажем так с победой и приехать куда-то с победой на этом турнире уже как с некой ну дополнительный какой-то пусть не визитной карточкой ну как это можно правильно выразить на профессиональном языке ну скажем я одержал победу на турнире сибирский лун а о все про это здорово и главный карта ну да это статусно должно престижно должно быть да если полностью согласен ощущение как давление у себя дома или все все спокойно в рабочем режиме пока нет еще такого прихода эмоционального что вау завтра турнир завтра все свои и вот теперь только бы не это только бы не это не пропустить не искать придут поддержать твои земляки друзья ты чувствуешь поддержку для меня тоже это такое наоборот классное событие потому что я уехал на родился еще бурятия поэтому ехал москву и все время там жил и ездил там выступал в разные другие города и наблюдал что проходили турниры в иркутске в лунде и мне хотелось вернуться сюда и здесь чтобы мои земляки и друзья могли прийти поболеть ну и наконец почувствовать себя дома что я дерусь дома что я не где-то там в других местах и уже сейчас вчера буквально на тренировке был ребята такие максимум что ты говорил там то и будете по уникальный промокод по которому можно билеты взять игры все можете прям завтра приходить и все покупать ну то есть мне прям приятно что я буду дома карты сразу получилось собрать или были проблемы ну я бы не сказал что проблемы какие-то были наверно проблем как таковых не было но работа с каждым это такая длительная кропотливая работа нужно во первых было найти иркутских ребят которые готовы выступать потому что это основа карта совместные спортсмены местные бойцы местные звезды это всегда они всегда должны быть вот тем более что еще раз повторюсь в иркутске много секции много чемпионов много сильных бойцов и поэтому очень жаль что не получилось всех иркутских бойцов вместить в этот карт у меня есть уже заявки которые вынужден отказывать ребята но опять же повторимся что если будет продолжение она будет да то мы всем постараемся дать возможность выступать здесь на турнире сибирский легион в иркутске вот с противниками с соперниками так скажем наших ребят тоже было нужно всех состыковать по весу примерно по уровню то есть бои должны быть конкурентные да то есть не должно быть такого что один спортсмен явно сильнее другого вот они должны быть разные чтобы было интересно смотреть их противостояние но если прям совсем на таком на простом языке то есть если кто-то там ударник кто-то борец то есть вот эти так сказать разностилевые пары мы тоже где-то составляем где-то наоборот при этом же так сказать интересного да ну ммай как микс ты маршал арт смешанное боевое искусство да именно с таких боев и зародились когда было интересно зрителю кто победит каратистом или даже на я помню где старые все каратист против ну это вызвал вызвало интерес и это дало толчок развитию так скажем вот этой отрасли сферы так скажем и очень здорово сейчас на самом деле мы имеем такую информацию актуальность что по рейтингам на телевидении турниры ммой и все которые проводятся в соединенных штатах америки они уже занимают прочное третье место они уже перешагнули по рейтингам бокс хотя профессиональный бокс да вот ну в америке во всем мире он всегда имел очень большую аудиторию себя я всегда считал что бокс это самые просматриваемый формат вообще вот именно боев и насколько я помню там всегда были самые большие гонорары ну гонорары сейчас звезд и мы они не уступают боксерским гонораром то есть они действительно те которые звезды бойцы они получают очень хорошие деньги это обеспеченные люди там последняя история так скажем конора макгрегора до который все говорят вот его восхождение там простого иландского парня он действительно сам заработал себе имя и славу и деньги вот его история тоже говорит о многом что можно из вот простого парня который иногда не имеет там средства бы полноценно питаться и полноценно тренироваться можно стать очень богатым человеком и звездой может стать это такая тоже своя своего рода путевка да в жизнь для многих ребят и ребята которые выступают они ну вот они отдаются этому спорту тратят время на тренировки это может быть но так скажем это то что они умеют хорошо делать и ничего плохого нет в том что они этим спортом зарабатывать себе на жизнь в том числе это профессиональный спортом есть везде с вашими оппонентами будет что-то вроде пресс-конференции как-то этот будет к каждый бой будет подогреваться предварительно конфой и что-то вроде трештока будет ли там и где это и как это будет организовано чтобы это было посмотреть можно пресс-конференции обязательно будет все соперники приезжают заранее там числа 5 мы постараемся всех привести еще не 7 билеты куплены вот но числа 6 там за два дня до турнира так скажем пресс-конференция будет будет как положено процедура официального взвешивания там фейс-то-фейс вот этот нагнетание так скажем напряжение для зрителей но а трешток я очень не люблю трешток на самом деле я не люблю вот это когда два спортсмена которые по сути занимаются одними тем же едят хлеб один и тот же хлеб да они друг друга начинают оскорблять то есть как-то пытаться задеть за живое там не на вспоминают еще близких родственниках там не дай бог маму еще и еще что-то вот я очень категорически отрицательно к этому отношусь но все остальное зависит от самих людей от их воспитания если но кто-то там из соперников наших иркутян или может кто-то из иркутских бойцов ну начнет немножко там задевать своего соперника и так скажем подогревать интерес мы естественно не будем это пресекать но вот как бы хотелось бы чтобы грязи было меньше а уважение спорта больше порта больше ну а как же быть с тем что трешток все-таки дает привлекает внимание и может ли быть трешток вообще разумным при каким-то в пределах какого-то допустимого значения и все или ты уже свалился туда то ты уже пошел 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 и уже ты не остановишься потому что слово за слово поехала 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 из не обдумывали какой-то трешток какие-то подколы может такие добрые а я с этим думал а почему не придумать не придумать всем бойцам какую-то личную историю трештока и вот ее дополнительно скажем как-то освещать может быть это добавит какого-то вот но же вот она же есть на самом деле и каждый из бойцов все равно что-то свое привносит в этом я говорю это зависит от от по отличной культуры и интерес к бою можно подогревать и без грязи я считаю не обязательно зачем выходит в инстаграме пишет прямо своему оппоненту что чего привет чего чем занимаешься ну там мешком его назвал этому ответил то есть только маленький рил записал держит просто там нет болда там фломастером пишет там и свой оппонента ну привет 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 тут также и по твоей голове буду стучать записывать да 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 это как раз вот перед боем я помню когда емельяненко говорила с моим обращаясь сниму держа мидбол на ринге что типа лысый смотри вот так вот в твоей голове буду колотить ну как бы я не вижу здесь ничего такого грязного веселый да такой забавный трешток интересно ничего если так то да тут главное чтобы еще какой нюанс нужно как бы готовить материал чтобы это было действительно весело интересно вот да как вы думаете к встречал если действительно кроме организации в целом имеет ли смысл этого то есть вы кроме того что в организации турнира это карт это значит техническая сторона призовой фонд и так далее тогда еще иметь какую-то команду идейщиков которые будут именно рождать какие-то вот эти истории для скажем так подогрева боя типа мини три штука но это это можно наверное в организации тоже нужно какие-то идеи креативные дети вождена интерес к турниру к событию интерес чтобы был выше но и ребятам вот сейчас современном мире мир соцсетей интернета до ребятам тоже нужно прибавлять активность я не только сейчас про максима про боира говорю и нужно быть активнее на себе заявлять потому что боец который может о себе заявить который может делать вот этот интересный контент да так скажем и по заработку которого есть много соответственно аудитория своя большая подписчиков так называемых да этих бойцов чаще приглашают ну смотрите джек пол финансового кто-то хочет был блогер просто блогер который бросает вызовы всем ветеранам и все но по большому счету это просто фрик но он умудряется собирать такие огромные аудитории и как следствие большие гонорары то есть и и это работает безусловно поэтому вот спортсменам бойцам надо мне кажется не только быть активен еще где-то этому учиться друг у друга учиться да где-то может быть посмотреть в интернете как это делают другие ребята и и делать почему нет я я только за мы все правила если я предложу сейчас бою и максиму предварительность лежат связавшись с их оппонентами парнем нам дать сделать какую-то интересную пред историю по парню в принципе согласно интересно вообще я так замечаю даже не знаю по своему инстаграму людям важны истории да что-то рассказываешь когда ты просто выкладываешь тренировки и так далее ну я вот по себе могу сказать просмотров меньше как бы там не тренировался какой бы там страшно не было тренировка когда-то выкладываешь кит истории жизни и так далее гораздо больше вот этот отклик нет даже не истории жизни вот их даже между даже история вашего будущего против противостояния возможно он будет получается ну возможно север она будет и можно тоже там такой прикол sky ты летишь ко мне на бой или из россии полетишь но как бы ну и это в том числе и тогда какие-то добрые вещи может но мне кажется что до сегодняшний день у нас все-таки в этом пробел я вижу как это за рубежом раскачано как это все у них вот настолько пестрит а у нас вот ушли да у нас тоже это слово трешток услышали и почему-то вычлили из него только негатив то есть плохое ты плохой такой сякой обзываться а вот именно создать какую-то интересную историю какую-то вот раскрутку например сейчас бой тайсон фьюри фрэнсисон ганну ну сколько уже нарезано классных роликов вы видели вячеслав тут наверно надо разделить понятие все-таки продвижение турнира и подогревание интереса к нему и трешток треш от слова корзина да ну то есть треш мусор разговор вот вот такой ну как бы похабный разговор да вот этот рэшток а если ребята просто креативными идеями разговорами еще чем-то если это другая я бы это не называл трештокингом и тогда это 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 безусловно нужно делать это нужно всем это нужно для привлечения людей это нужно для развития спорта это нужно для ребят чтобы они популярность росла чтобы гонорары у них росли конечно этого делать допустим даже вот если взять ну по лейблом идти да и все как делает например обратный отчет снимает и там перед каждым номерным турниром и ты можешь даже не знать бойца ты смотришь обратный отчет например что он живет так тренируется так такая у него история там какие-то проблемы с детства были вот он выбрался и сейчас на этом уровне это уже как-то проникаешься начинаешь но болеть за этого человека и ну как бы это мне всегда кажется симбиоз такой то есть и организация например должна за счет своего охвата аудитории давать такой толчок но и боец не должен быть как бы такой ну молчать сидеть и зажать вот именно то есть он должен уметь рассказать о себе да 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 то есть у каждого человека есть какая-то своя уникальная история просто не каждый может ее рассказать вот мне нравится этим подкастом и кататься на ход боксин да к нему тоже приходит много бойцов и висей и я слушаю в переводе да и там очень много трогательных историй личных и прямо сидишь и прямо вот они цепляют реально просто я я не знал этого я это совершенно круто крутой боец по всем топа и так далее так далее но я просто послушав его историю взял и перешел в инстаграм так это работа я говорю поэтому важны вот эти истории когда-то рассказывать но я думаю теперь в преддверии турнира истории будет хоть отбавляя и личных и своих и всяких разных бояр ну что я так понимаю у нас есть уже некоторое понимание что у нас будет тенденция идет когда российские бойцы особо не любят истории рассказывать они все держат себе а вот в америке вот сша для бойцы могут такую историю рассказать что ты а это как раз и есть то что называется профессиональный спорт то есть там где идет уже ориентир я так понимаю на деньги нужно себя продать да можно быть крутым бойцом крутейшим но не умеет себя продавать и теперь какое-то время до буря ругать это искренность ты рассказываешь многие люди мы знакомы такие истории они как бы понимают тебя следят за этого но с тем же тайсон да наверное тоже видели же подкасты с же органом да где он говорил да что мне было цель и достиг и потерял мотивацию и хотел покончить да 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 сразу блин да вот турнир который сейчас пройдет конечно же было здорово если бы он возымел какую-то периодичность потому что я вот скажу что был такой проект я уже говорил да перед съемкой большая бойня но там своя аудитория любителей да кто любит как длиться качалку и все остальное здесь я считаю кратно больше аудитория тех кому нравится кому нравится смешанные единоборства и реально вот я по себе знаю что вот хочется что было такое местное какое-то большое спортивное событие куда можно будет ходить периодично ждать его говорить им делиться репостить что я на том был теперь приду на это какие основные проблемы есть которые могут условно говоря не вернее так какие основные проблемы у этой периодичности отсутствие финансов или организации ли что ну да организация спортивного события тем более громкого яркого спортивного события она конечно требует средств гораздо сложнее сделать чем просто любительский турнир организовать вот и я очень благодарен тем ребятам партнером которые есть у нас на сегодня я считаю что в этом будущее таких турниров то есть чем больше людей в городе иркутске заинтересуется тем чтобы это событие стало регулярным заинтересуется тем чтобы в иркутске это было просто было вот тем больше будет соответственно наполняться бюджет турнир и тем ярче будет это спортивное событие больше будет участников больше будет ярких участников вот шоу к эта программа и так далее чаще может быть будут эти турниры то ещё зависит от того как сам иркутский это так сейчас вот образно да то есть собород сообщество иркутское городское вот к этому к этому ко всему подключится и мы на самом деле еще раз повторюсь что мы именно на таких началах и начали проводить турнир то есть есть средства которые там иркутская академии доброс как основной организатор этого события то есть вкладывает так скажем в продвижение в организацию есть средства наших друзей партнеров которые вот из своего бизнеса от себя лично до говорят вот ребят чем могу вот помогаем вот есть средства и контакты и какой-то ну так скажем активы которые приносит наш партнер лига мфи пи да вместе с дмитрием коньковым который 23 года уже проводит турниры по всей россии в основном на дальнем востоке но сейчас они уже и москве и других городах проводят вот поэтому мы здесь вот вот как бы собрались вместе сделать я считаю что это ну это правильно потому что один человек да наверное не не может вот все это тянуть условно на себе мы хотим собрать команду друзей единомышленников которые будет это делать регулярно будет это делать интересно вот те люди которые вот с нами сейчас вот они могут это сделать вот чем больше будет нам еще и групп прибавляться других людей и шкутка будет участвовать в этом тем вот вот ответ на ваш вопрос других проблем я считаю что нет потому что все можно имея временные людские финансовые ресурсы можно организовать хоть олимпийские игры ну то есть условно вопрос только в этом чем можно привлечь и будет ли это иметь толк внимание к турниру сибирский легион таких допустим телеканалов как матч-тв то есть если мы попадаем мы это имеют у сибирский легион так уже буду говорить попадаем в сетку вещание телеканала матч-тв это что-то даст не ну конечно событие должно показываться по федеральным каналам это безусловно сейчас у лиги мфи есть эксклюзивный контракт с око тв он действовать будет но в течение года поэтому турнир сибирский легион будет показан на око тв на прямая трансляция будет организована вот попасть на матч-тв тоже нет проблем опять же попасть туда есть проблема чтобы это в этом событии участвовали узнаваемые не только для иркутска соответственно для всей аудитории в россии до узнаваемые спортсмены узнаваемые лица ну и плюс качество трансляции ну и соответственно там нет проблем попасть на мочке а вот смотрите попасть на цирку вещания матча можно по-разному первый путь предположим заплатить какие-то деньги а второй стать настолько интересными чтобы они понимают что вау крутой турнир сибирский легион нам надо их уговорить даже заплатив им например да прийти к нам вот на в сетку потому что понимаем что след за ними придут люди на просмотр рекламы и так далее так далее так далее вот слепить вот эту крутую мощную историю сибирский легион вообще мне кажется потенциал есть вопрос как это все пошагово реализовать но я так понимаю что первое главное сегодня это вот как раз сохранить этот костяк людей которые на первом этапе помогают ну да и команду та которая делает команда тут я говорю все все кто рядом со мной маркетологи пиарщики там друзья спортсмены опять же кто сейчас в пул попал то есть мы все должны это делать вместе и тут я не всегда всегда за то чтобы всегда работал команда моим на моем жизненном пути так скажем всегда те успехи которые были ты вся командный успех вот поэтому я глубоко убежден что только команды только вместе можно сделать какие-то великие дела вот будет бренд сибирский легион настолько популярен там близко к бренду и все или там не будет это уже мне кажется тоже дело дело пятое главное чтобы все мы кто это делает мы получали от этого удовольствия до делали бы это качество это нравилось бы людям иркутяна прежде всего это вот первая задача а второе конечно да если будет матч тв будет там на первый канал еще что-то конечно у нас будет немножко другой пул спонсоров вот поэтому однозначно во первых у парней какая будет узнаваемость уже совсем уже просто кратно и они потом главное чтобы не зазнались и не уехали а кстати да да тот момент я упустил поэтому побережем этом ну вот еще хотел бы добавить и проведение такого турнира вы допустим мне кажется это такой очень большой буфер и толчок для любительского спорта потому что например любители которые выступают на любительских соревнованиях в иркутске у них ну как мне кажется нет понимания например а что дальше куда я пойду . ли мы это обсуждали да есть с романа внимание что например ежегодно проходит не просто какой-то местечковый турнир а приходит либо лига mfp которая известна в принципе в россии то ты понимаешь что ты можешь туда попасть ты можешь все дом подраться и это огромная возможность потому что ну вот но даже quando Britney начинали просто хотя бы попасть куда-то в карт это было уже круто я за свой первый бой заплатил 5000 чтобы меня просто взяли подраться сам заплатила да 1 бой сам заплатил чтоб меня просто взяли второй бой я дрался бесплатно в со главном бою там сыктывкаре полетел без гонорара просто что дайте возможность и только потом пошли какие-то деньги. А здесь, ребята, получается, ну, это реально крутая возможность. Надо, 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 потому что, я говорю, мы снимали до этого подкасты с Игорем Михалкиным и с Александром Сазанковым, ну, там, правда, по боксу, и все упиралось в одно и то же, что казалось бы, человек так успешно идет и реализует себя в любительском спорте, все, берет определенную вершину и упирается во что? А что дальше? И вот такие турниры, как Сибирский Легион, мне кажется, это как раз вот именно, как Максим правильно сказал, пожалуйста, то есть, если ты уже понял, что там ты взял все, что хотел, теперь к нам. Ну, это вот то, о чем мы говорим, это нормально, так должно быть, то есть, есть определенная пирамида, так скажем, да, у спорта, и спорт массовый, где много занимаются, лучшие становятся чемпионами там в любителях, а еще лучшие из любителей, они могут перейти в профессионалы, потому что они настолько искусны в своем ремесле, в своем, да, деле, чем они занимаются, что они, люди другие, готовы им за это деньги платить, то есть, вот же в чем специфика-то, и тогда они, выбирая профессию, понимают, что да, я могу профессионально заниматься спортом, то есть, то, чем я занимался всю, так скажем, сознательную жизнь с детства, да, спортом заниматься, и сейчас я могу этим зарабатывать деньги. Эта пирамида есть там в футболе, в баскетболе, в боксе, опять же, то есть, мы в боксе вообще понимаем, что если человек стал олимпийским чемпионом, то есть, это вершина в любительском спорте, для него это только может быть начало какой-то профессиональной карьеры, да, и многие из тех, кто чемпионы в профессиональном боксе, они вот с любительского начинали, и какие-то вершины там тоже достигли, поэтому это все правильно, я убежден, что вот, например, за Романа Лукашевича, да, который является тренером, и у которого здесь, в Иркутске, в его зале Калаврат занимается куча там ребятишек, взрослых и так далее, что прям весь его зал придет и поддержать романку, потому что это важно, у нас Алексей Тим тренирует, значит, ребят, который тоже будет выступать, биться за пояс чемпиона МФП, это тоже очень, так скажем, ну, достойный такой уровневый, так скажем, бой, вот, Сергей Сингейм тренирует, в Уссулии у себя, правда, тренирует, открыл зал, вот, поэтому ребята все, кто так или иначе причастны к этому, вместе с Максимом занимаются в зале, там, с ним борются, тренируются, они тоже придут поддержать, то есть, это же все вот так, с Баиром, да, его коллеги, его друзья, его там, земляки, потому что вот Баир вообще как попал на турнир, мне его написали про него ребята с Усть-Ардынского округа, в Урятского, где-то, вот у нас есть там бойцы, рассмотрите их, я Баира слышал про него, то есть, знал, что он выступает здесь в Иркутске, и по Армейке он выступал, но вот, когда мы организовали турнир, он сразу как бы так в поле моего зрения не попал, а потом мне его уже порекомендовали, я думаю, блин, ну это же вот, это земля, да, здесь есть, так скажем, свои национальные какие-то вот корни, да, и обязательно вот, если Баир будет участвовать, будет здорово. Я думаю, что на этот турнир, ну я в Иркутске уже как-то выступал, возглавлял турнир, это было в далеком 17-м, по-моему, году, мы тогда дрались с Михаилом Погодиным, Мишу хорошо знали. Да, и мы дрались с ним 5 раундов, и такую рубку закатили, ну, к сожалению, я тогда проиграл Миша раздельным решением, но это было эпично, тогда я помню, приезжали земляки автобусами с моего поселка, с Устерлинского. Поддерживать? Да, поддерживать. И это было круто. Нет, ну такие классные бои, конечно, турниру дадут определенный такой информационный, эмоциональный оттенок, это будет очень круто. А вы не думали повторить эту историю? Может быть, ее на этом и можно было качать? Смеши побои. Да, да, может быть, на этом ее и можно было качать? Как говорится, надавить на турниру. У вас пока на первом турнире идея другая, у нас идея в том, что иркутские бойцы против не иркутских, так скажем, то есть тех ребят, которые с других городов, с других стран приедут для того, чтобы вот наших побить. Поэтому здесь вот у нас... Да, ну да, да. Поэтому иркутская земля, ну Иркутск, мы не только сам Иркутск, у нас, например, вот я уже сказал, сусолье, ребята, там зимы будет парень, сейчас так, то есть, ну, Иркутскую область. Наш регион. Да, наш регион. И вот все другие, которые приедут, мы попытаемся, значит, им дать достойный отпор и отстоять, так скажем, отстоять имя, вот родного города, Иркутска. То есть мы даже где-то в слоганах используем, в рекламе используем слоган «Битва за Иркутск». Да, то есть вот прям ни много, ни мало. Но в следующих каких-то турнирах возможны вот такие истории про то, что мы говорим. Тем более Миша Погодин, мы с ним разговаривали тоже об участии в этом турнире, он не восстановился еще. Ну, у него травма была. Травма колена, да, ему надо еще время на восстановление. Вот, но опять же мы про что? Про историю говорим. То есть если есть у боя или у бойца какая-то история, она тоже привлекает внимание, она привлекает зрителей. Но я думаю, что противостояние Баира, у него очень сильный соперник, который из Киргизии, будет переставлять Киргизию, но живет, тренируется в Москве. Вот, Эдуард Брагов, ну, сильный парень, и мы с Баиром когда разговаривали по поводу там соперника, Баир, он как настоящий боец сказал, я буду драться, сделаю все для победы. Вот, но соперник такой серьезный. Но мы вообще, я уже повторюсь, мы старались сделать бои конкурентные, чтобы ребята могли выложиться полностью, да, то есть на свои все, на 100, на 150 процентов. Вот, поэтому мы все верим в победу Баира, верим в победу Максима, верим в победу Алексея, Романа, но вот как получится, это будет у нас такой спор, что как бы предсказать и исход поединка заранее невозможно. А случайного удара никто не застрахован? Да. Нет, ну историю надо однозначно создать, потому что она по-любому нужна, 100 процентов, еще раз скажу, с кем я не разговаривал бы, все говорят, вот это здорово, но как бы хотелось, чтобы это сохранилось. Вот, даже не столько ждут самого события, все понимают прекрасно, что оно будет крутое, потому что все знают парней, подписаны на их инстаграм, и прекрасно знают их возможности, прекрасно понимают, как это все будет речено и круто, но вот такая есть прям чуть ли не просьба, пусть это будет дальше. И вот я думаю, что вы уже смотрели туда, куда-то, скажем так, за горизонт, за, скажем так, уже тот период, когда турнир пройдет, как дальше, с кем дальше, как подбирать карт. То есть, наверное, сейчас парни на ваших плечах колоссальная ответственность. Если вы закатите мощное шоу, шоу, если вы сделаете, как говоришь, Баир, ну вот эту мясорубку, вот это зрелище дадите людям, то я думаю, здесь и спонсоры найдутся, и интерес будет поддерживаться, и консервы речи будут, конечно же, попроще это все двигать и объяснять людям, что привлекайте, привлекайте еще сюда средства свои, потому что ребята умеют делать крутые проекты. Ребят, вам, блин, ну я даже не знаю, как надо постараться. Мы, конечно же, эмоционально все с вами, по-любому, потому что понимаем, знаем ваш потенциал, но все очень хотим, чтобы это все продолжилось еще раз, еще раз, еще раз. Вот такая история. И, ну, естественно, чтобы это все не заглохло, как большая бойня? Ну, я уже сказал о том, что мы от себя сделаем все возможное, и если бы у нас не было планов вперед, мы бы, может быть, и это событие не затевали. Поэтому наш разговор, как раз вот, вернее, идея, родившаяся в разговоре с Дмитрием Коньковым, она и заключалась в том, что давай сделаем регулярные турниры в Иркутске. Мы с этого начали. Но для того, чтобы делать регулярные турниры в Иркутске, нужно сделать первое событие, то есть первый шаг. И вот этот, так скажем, турнир, который мы возрождаем большей частью, да, возобновляем турниры по профессиональным боям, по профессиональному панкратиону, это как бы мы очень много, большое значение этому первому турниру придаем. И правильно вы, Вячеслав, сказали о том, что, ну, и на ребятах ответственность и за себя, и за свое имя, и в том числе, за продвижение турнира. Но и на нас, организаторах, тоже большая ответственность. Еще больше. Да, это все получилось ярко, красочно и так далее. Я единственное, за что переживаю, не все смогут попасть на это шоу. Потому что у нас, к сожалению, в Иркутске, вот для мероприятий больших, спортивных, да, ну, нет места проведения. Если брать тот же Хабаровск, есть Платинум Арена, Владивостоке, Фетисов Арена, то есть там 5-7 тысяч зрителей вмещают в себя. У нас Дворец спорта, к сожалению, там... Ледовый, у нас есть Дворец Байкал. Ледовый Дворец Байкал, он сделан для хоккея с мячом, и он не очень подходит для зрителей, сделать таких мероприятий для зрителей. Понимаешь, то есть там маленькие трибуны, они по большому периметру находятся. Если поставить в центр этого большого Ледового Дворца Байкал клетку, ее, во-первых, с тех трибун будет не видно, а во-вторых, это придется все поле условно заставлять стульями, а со стульев вид совсем другой, чем с трибун. А какая, кстати, там вмещаемость? А там по тысяче человек все. Ну, там тоже немного, тоже немного. Ее можно, конечно, я говорю, заставить, если стульями, там, не знаю, две-три тысячи стульев наставить, может быть, и можно поднять, там, так скажем, наполняемость, но это, вы же понимаете, так никто не проводит. Так никто не проводит. Это, кстати, проблема, на самом деле. Я не понимаю, почему до сих пор для единоборств вот так много разговоров идет о том, что надо, надо, надо развивать, но где, где? Вот действительно, вы правильно говорите, где? В труде, но там действительно места очень мало. Ледовый дворец, ну, там неудобно. В Байкал-арене то же самое. В Байкал-арене неудобно абсолютно. Мы тоже, мы пробовали проводить Сибирский федеральный округ по панкратиону любительский, и на самом деле руководство Байкал-арены сделало все возможное, чтобы все прошло хорошо, качественно. Мы провели качественный турнир, но сам вот этот формат манежа, вот, он, конечно, ну, не очень заходит. И сам, и труд маленький, и манеж не подходит, и поэтому здесь всегда приходится, ну, вот, чем-то жертвовать. Я считаю, что на такой турнир, как Сибирский легион, там, 5-7 тысяч мы бы собрали, ну, легко. Вообще легко, уверен на 100%. Поэтому у нас есть планы, мы думаем о том, что может быть вернуться к истории в Ангарске, потому что там есть дворец спорта Ермак, который вмещает в себя там около, ну, там, 6-7 тысяч, точно, 6,5, по-моему, в прошлый раз, когда проводили Ангарское побоище. Вот, ну, то есть, вот такой зал нужен, и без него сложно проводить зрелищные мероприятия для зрителей. Будет какой-то мерч, будет какая-то сувенирная продукция, будет что-то, что еще можно будет купить, взять и так далее, и так далее. Что-то готовится, может быть, какие-то фигурки парней в миниатюре, может быть, еще что-то, и как-то вот, какие-то памятные такие моменты, потому что мне кажется, что если я пришел на бой, посмотрел крутой бой с парнями, и у меня там дома стоит фигурка, там, Баира и, например, Максима, да, и как бы, что это такое, да, сибирский легенстрик прикольная штука, классная, или там у меня брелок на ключах, или что-нибудь еще, то есть, мне кажется, мерч нужен. Не, мы готовим стандартную линейку, то есть, футболки, бейсболки, там, сувенир какая-то, вот, готовим, и зрители, которые придут на турнир, это смогут там на турнире приобрести, вот, и потом, опять же, это стоит делать только тогда, когда есть планы вперед, вперед, потому что делать сувенирку на один турнир, мне кажется, это все не очень, надо создавать бренд, создавать бренд, это кропотливая работа, которая требует там годы, условно, мы на это готовы, как получится, ну, одному богу известно. Я просто видел подкаст, тоже подписанного подкастера на Гогу, и вот у него так интересная коллекция, это он с UFC ему привозит, постоянно, кто в гости к нему приходит на подкаст, у них такие маленькие фигурки, там, Дану Вайт, например, ваша фигурка, да, например, такая, такая незабавная, там, фигурка Баира, там, Романа Лукашевича, Максима, и ты, например, был на бою, ты что, был на прошлом бою, был, но, слушай-ка, я, короче, прикинь, не успел купить Макса, всех купил, продай мне своего, и вот это вот, такое забавное движение между гостями этого турнира, оно тоже оставляет такое приятное ощущение к нему, и вот эти все мелочи, мне кажется, они тоже необходимые, тоже нужные, конечно, согласен, первые там, значит, посетил Сибирский легион, у тебя там, тык-тык-тык-тык. Вопросы у нас вообще делают такие фигурки. А это нужно делать. Все вот эти, казалось бы, на первый взгляд, бестолковые вещи, они реально вот, основная масса людей, кто придет, все-таки, вернее, не так, основная масса в мире, кто смотрит единоборство, это обыватели. Он и знать не знает, что такое бои, и вообще в целом никогда не тренировался. И чем больше для него, как для простого человека, всяких забавных приколов, тем это и, как говорится, лучше. И опять же, сейчас смотрю в сторону американцев, как они научились это здорово делать. Начинают продажи каких-то сосисок, дурацких флажков, видеороликов, масок и всякой-всякой-всякой-всячиной. И сидишь и думаешь, они вообще пришли, это бой смотреть или потусоваться? Вот реально. И у них вот эти мероприятия, это как и тусовка, и как бой. И на этом они снимают очень классный дешевт. Молодцы. Ну, не случайно, там тот же маркетинг, когда это в Америке как бы оформлено в некую науку. Ну, то есть, конечно, они в этом впереди планеты сели, я считаю, в плане как преподнести, как преподать, как сделать события зрелищным, узнаваемым. Надо многому учиться, мы, безусловно, этому учимся, вот, у нас еще все впереди. Конечно, мы будем стараться все атрибуты, так скажем, вот этого большого события все соблюсти, то, чтобы все было как по-настоящему. Ну, я все-таки думаю, что надо какие-то, Максим Баир, надо какие-то истории с оппонентами. Я не знаю, конечно, насколько там между ними связь есть, и вообще должна ли она быть вот такая связь. Да, сейчас связь вот у нас. То есть, это можно, нет такого, что так, я перед будем даже говорить с тобой не хочу, так триггать ни в коем случае, не надо, зачем. Вы должны драться, что тут дружить собрались. То есть, как бы вот так, если есть такая возможность, мне кажется, что надо уже посидеть и подумать, во-первых, это будет огромная помощь организаторам, в каком смысле? Чем больше вы сами создаете вокруг себя медиа, шума, тем, естественно, в последующем можно будет больше привлечь средств. Да, однозначно. Я думаю, что здесь абсолютно согласен с вами, консультанты, что как бы каждый боец должен подумать над своим каким-то таким, ну, это не сценический образ, я бы назвал, а над каким-то, как это понять, как это выразить правильно, над каким-то своим информационным брендом, да, может быть, вот так. Презентация своя. Может быть, в боюру стоит среди земляков как-то переговорить, собраться, какой-то национальный костюм и где-то сделать какое-то, что-то, скажем так, какое-то обращение к каким-то, скажем, историческим сюжетам, да, и оттуда что-то взять, как-то это обыграть, наложить такую музыку соответствующую и пасануть в сторону своего оппонента. Пусть он ответит так же каким-то своим культурным, присущим его, так сказать, проживанию, оформлением. Это все завязать, маленькие рилсы, как-то обдумать с редичниками и пошло, пошло, пошло. Максим, ты так же. Я вообще думаю, какой-то выход нужен такой интересный. Выход однозначно, кстати, от выхода много зависит. Даже именно и сейчас вообще, чтобы, вот допустим, я выхожу на бой и сразу понятно, что выхожу я именно. Ну, то есть, какой-то вот такой вот такой вот такой. Ну, как вот, например, я мог бы выпить море, так-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. И Ковалев, все, вечно. Да, все как бы танцем выходят на бой. какой-то конкретный твой стиль, твой бренд, это все турниру даст красок это все турниру даст красок да у меня как у организатора делась идея вячеслав вот вы прям фонтанируете добро добро пожаловать в команду на должность креативного директора мы вам дадим контакты всех бойцов и вы все эти истории прямо на ходу прям придумывать его я бы с удовольствием в вашей степени это все равно инициатива должна исходить однозначно однозначно да 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 что ты понимаешь потом в дальнейшем да когда пройдет этот турнир да еще после этого психика информационная инерция будет идти был на легионеве бояраду все там все это будет разбираться буквально по косточкам буквально это все будет перетираться перетираться и если ты какое-то время еще в иркутске предположим где-то там в stories и выложишь там какой-то что-то напоминающее твой выхода на при что-то скажешь или там просто про мимо учишь какую-то мелодию и так далее то есть это все будет отдавать отклик 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 и в конце концов тебя запомнят именно вот с этой фишкой и и вы ждать я сейчас нет как выходит конор макгрегор под его фирменная походка все больше ничего никому не надо вот и с кем не разговаривал зачем ты смотришь этот бой он же проиграет суши я хочу посмотри как он выйдет как он так вот пройдет как выйдет и упадет заорет вытащить язык все обучение и люди готовы это оплатить ну я не не говорю чтобы я должен скатиться только до этой клоунады но все-таки должна быть какая-то фишка вячеслав завтра на работу у нас иркутский сибирский колор но он кстати выступают в москве на харкоре то есть он этот имидж поддерживает у него такая так скажем есть своя стратегия там как себя предпрезентовать это просто наличие даже стратегии тоже тоже важно а я кстати хочу к что у анатолия был период когда у него не залаживалась так скажем нас зовут и так было там были поражения но его ожидание выхода вот она сглаживает вот прямо вот сглаживает хоть тут уже как бы как служит собой людям неважно проиграл да да то что я почувствую потом от этого бойца вот это важно да я подпишусь не в инстаграм почему он не понравился все я же не буду реагировать на спортсмена вот только потому выиграл или проиграл это не имеет значения мне человек понравился все круто и дальше будет сибирский легион и дальше я вижу в карте этих парней и я на них пойду пойду на спорт он же вообще без поражения не бывает абсолютно это суть спорта победы поражения поэтому нет таких кто не проигрывать не таких то все время выигрывают другой вопрос но я по аналогии там с футболом есть там любимая команда условно спартак и за нее люди болеют неважно чем-то так да проиграл спартак и они боятся ли это перевернут да но но при этом они многие все годы шарфы и шапки этот я просто был в москве в баре спартаковском так скажем я удивился взрослые здоровые мужики вот с этими вот отдельная история поэтому хотелось бы чтобы это было и в нашем спорте была тоже такая же и культура боления и фанатские свои какие-то группы и каждого бойца знали и все ну то есть мы еще так скажем идем к этому ко всем я думаю турнир сибирский легион он 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 это все приобретет и это будет все прямо очень-очень сильно развиваться вопрос букмекеры хороший вопрос они заинтересовались этим событием значит у нас ведутся так скажу переговоры с букмекерскими компаниями но опять же основное для них и для нас это то о чем мы сегодня говорим то есть если у этого будущее то есть и и и букмекерские компании естественно они заинтересованы сейчас в любом событии которое имеет историю какую-то имеет перспективу и которая узнаваемая так скажем да потому что но мы же понимаем на чем зарабатывают они то есть это ставки а люди делают ставки тогда когда им это интересно когда не знают максима когда не знают боира когда они за ними следят да 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 чем мы не ждут следующего боя чтобы можно было там на так скажем противостояние двух спортсменов чтобы можно было испытать эмоции еще и от денежного выигрыша либо проигрыша то есть это тоже становится частью этого события поэтому мы не забегаем сейчас далеко вперед я уверен что мы все равно с букмекерскими компаниями будем сотрудничать найдем общий язык вот потому что и и нам и им это должно быть интересно вот но все зависит от того сейчас как вот первый турнир пройдет до 1 турнир это своеобразная презентация да то есть его возьмем вот так бережно в руках и папа и понесем во первых в иркутске всем рассказывать показывать что смотрите что мы сделали присоединяйтесь будем делать это еще раз вот и тем же самым букмекерам тоже скажем вот смотрите мы это сделали и будем делать и тогда они я думаю что будучи уверены в нас и увидя то есть пощупав так скажем продукт который мы сделали они станут нашими партнерами мы разговаривали с игорем михалкиным как раз вот он приехал когда с боя в прошлом году был бы у него за поиск от сотрудничества с делом родом сады балдеем и вот мы как раз эту тему с ним обсуждали что нужно хотя бы самое первое для того чтобы привлечь внимание букмекеров вот сибирский легион имеет свой информационный ресурс тогда я так понимаю из общения с дмитрием хрюновым игорь сказал что в принципе недостаточно если у вас будет постоянная просматриваемость вот этого вашего контента две с половиной три тысячи человек то есть если это будет постоянно если это будет постоянно то соответственно они туда зайдут уже со своей рекламой и от этого пойдут какие-то я же говорю это не заоблачные для того что мы в любом случае это сделаем а наполнение вот этого контента как раз исходит из того что бойцы будут в него вносить то есть я почему что личные истории какие-то то есть там чтобы после того как турнир прошел шел еще целый большой информационный шлейф до следующего чтобы эта история перетекала плавно как как противостояние между у меня есть такие ситуации ну вот на несколько там товарищи могу исполнить каждый турнир не пишет а этот бой у тебя где-нибудь можно поставить а этот там кто спрашивает как твой соперник и так далее и я как-то на файта из дрался феврале вот в этом году на меня был коэффициент 3 на соперника читай 1 и 3 я выиграл его и потом записываю stories что поздравляю всех кто также обрадовался моей поведе как и я мне пошли фотографии что люди тоже там подели бабки заработали и все и все и часто так вот ну реально каждый турнир спрашивает можно ли поставить где можно поставить ну а также опять же все к разговору об информационной накачке самих себя в первую очередь да тогда конечно и организаторов открывается еще больше возможностей даже по привлечению спонсоров точно также когда интересные проекты у нас еще есть один вот мы еще заговорили про игоря михалкина у нас есть еще так скажем одна идея что турнир сибирский легион он не будет ограничиваться только это вообще будет круто анкроте он это вообще бы уже в рамках этого турнира ставим пару ребят из тайского бокса который будет драться по правилам тайского бокса то есть мы назвали там ударная лига это идея дмитрия конькова у него на его турнирах это уже проводится то есть они в клетке также да в перчатках для ммай да но они дерутся по правилам я видел видел есть борьбы очень круто и вот такой пробный проект у нас будет иркутянин денис садовский драться с очень сильным парнем там филончик из белоруссии приедет который призер кубка мира и его он ученик филончик ученик гончаренка который является 11-кратный чемпион мира по тайскому боксу вот эти ребята сюда приедут гончаренок для иркутских опять же тайских боксеров там рукопашников все кто хочет поучаствовать гончаренок проведет мастер-класс сергей харитонов приедет в качестве почетного гостя в это очень известная фигура так скажем в российском ума он приедет в качестве почетного гостя тоже пообщается и с болельщиками фанатами и мастер-класс тоже проведет все будет проходить здесь в академии единоборств поэтому люди кому это интересно включайтесь в нашу группу в соцсетях и обо всех событиях обо всех новостях о времени проведения мастер-классов и какие-то новости по турниру вы там обязательно узнаете но вот это еще раз повторюсь это на мой взгляд важно чтобы сибирский легион был вот таким объединяющим брендом и мы с игорем михалкиным тоже разговаривать то что в перспективе перспективе можно провести и бой по морозам был по боксу либо сейчас федерация бокса проводит еще уникальный формат это кулачные бои называется да то есть они до популярны и раз это все равно вот объединенного так скажем федерации бокса почему бы в рамках турнира сибирский легион не провести турниры по кулачному бою то есть это мне кажется зрителям это тоже было бы очень интересно мнение чем больше чем больше спектр у того что можно посмотреть в рамках этого турнира это однозначно кучу занимались что-то новенькое кулачка ну да но честно тайский бокс мне нравится больше мне нравится больше тайский бокс я в я одно время очень сильно фанатил буака впор промок это был один из вот прямо интереснейший для меня персонажей я его бои пересматривал по многу раз то то как он боксирует это очень круто работа ногами шикарно просто ну вот вот да мы сейчас это все пробуем у нас был в разработке еще женский бой то есть немножко хотелось бы чтобы иркутск представляла тоже девушка которая занимается единоборствами ну вот пока так скажем думаем обсуждаем на следующий опять же на перспективу на следующий турнир кто бы из иркутских спортсменок мог в карт турнира войти и тогда подберем для них тоже интересную соперницу турнир который проходил в ангарске ангарской побоище в восемнадцатом году там был женский бой я скажу по эмоциям это был на самый эмоциональный бой по зрительскому там шквалу аплодисментов это был самый яркий бой мне кажется турнира когда две девчонки этом так зарубились в клетке что ну как бы да это это вызывает опять же эмоции да кто-то скажет не женское это дело да кто-то скажет что блин лучше спали не приходи сюда тогда ты не нравишься не приходи да 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 ну так правильно говорит вячеслав ну на любой вкус ты такой сердобольный но не приходи парень тебя никто не зовет здесь место для тебя более ожесточенный рассмотрю я смотрю женские вывеси думаю господи мне кажется если в какой-то момент и просто выбросить мячи они не становятся не похватает значит просто там кромстать друг друга капусту капусту да говорите григорь мне я просто хотел сказать что вот один из ярких примеров у нас в нашей федерации панкратион россии выступала девочка наташа дичкова из карелии она становилась чемпионка россии по панкратион у нас но она на самом деле представительница тайского бокса чемпионка мира по тайскому боку по любительскому и она сейчас делает очень успешную карьеру в ван эфи она провела там уже по четыре или пять боев но очень яркие бои вот кто просто зайдите посмотрите ван эфи наталья дичкова вот и вы поймете что такое женский бой как это может быть зрелищно как это может быть красиво то есть вот ну как бы я прям ее такой болельщик я все его там бою она все смотрю она очень мастеровитый спортсмен во первых во вторых она такая вот прям так скажем очень волевая очень не сгибаемая так скажем девушка которая просто такие бои преподносит что на загляденье академия единоборств я считаю что и после этого турнира конечно в академии место просто не останется свободно мне кажется сюда пойдут сюда пойдут к парням сюда пойдут для того чтобы вот мне кажется вот этот вот некий вот это ощущение желание общаться и вообще в целом взаимодействовать контактировать ну скажу по простому дружить там даже до после этого турнира просто сделать такой колоссальный входящий поток сюда в плане того что людям просто захочется с парнями быть поближе и ну да в этом в этом была идея академии единобор что здесь должны могут заниматься все то есть могут заниматься и профессиональные бойцы профессиональные спортсмены и здесь могут заниматься и просто вот любители которые пришли для себя в этом была идея и здесь у нас на самом деле многие бойцы тренировались и тренируются многие бойцы потому что условия все созданы а вот алексей ким да и тренировался и тренируется здесь и тренером нашим являлся долгое время значит сергей сенгеев тренером являлся нашим долгое время к сожалению сейчас у него зал в усоле и поэтому не может не может алексей почему уже алексей там сосредоточиться решил немножко на других вещах на своей так скажем на собственной карьере поэтому тут мы понятно по дамы с ним я понимаю что ему у него как бы сейчас такое время что ему нужно как можно больше внимания уделить именно профессионал готов к боям вот поэтому мы так но мы остаемся опять же друзьями партнерами поэтому первый человек которому я позвонил и предложил бой на турнире сибирский легион это был алексей ким а вот ребята здесь они хоть и тренируются в других залах да она приходит и могут здесь у них двери академии единоборств открыты и тот же тулина дротовский здесь тренировался готовился к своим боям то есть тут условия созданы все абсолютно да и поэтому мы даже делаем организуем этот турнир и вот академия единоборств является основным организатором как я уже сказал мы начали академия единоборств выступает основным организатором даже не для того чтобы вот привлечь людей хотя в академии сейчас очень много занимающихся у нас вечером тут просто ну все группы битком заняты да и днем сейчас студенты иркутского госуниверситета тут заполнили в общем это такой живой организм я да постоянно все пишу храм спорта кишит жизнь здесь кипит так скажем спортивная жизнь и мы этому очень рады именно такая идея была заложена в создании этой академии единоборств а вот и другая еще идея в том что академия должна выступать извините перебью академия должна выступать таким своего рода законодателем мод вот в в этом спорте в этом в этом движении то есть она должна проводить турниры она должна там не на помогать спортсменам она должна привлекать внимание всего иркутска к спорту и к здоровому реализоваться вот название академия то есть это условно говоря ты можешь быть классным спортсменом все но попав сюда попав в круг этих людей попав к тренером в атмосферу, в возможности ты начинаешь просто взлетать. Во-первых, и медийно, и так, и эдак, и плюс тебе помогут выйти на классные бои, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, академия, действительно, то есть, ты где-то получил спортивное образование, здесь ты просто спрогрессировал кратно. Ну, вот в этом, и, может быть, тоже будущее обозримое какое-то, потому что мы вот с ребятами разговаривали, у многих профессиональных бойцов, иркутских в том числе, у кого-то нет менеджера, да, то есть, все как-то сами, у кого-то там кто-то сам тренируется, нет тренера постоянного. Но есть какие-то моменты, которые должны быть, по идее, я считаю, что у каждого профессионального бойца должен быть два человека, как минимум, рядом с ним, это менеджер и тренер, потому что есть вещи, которые боец не может сам делать априори, потому что он тренируется. Кто-то должен устроить план тренировок, кто-то должен проводить анализ соперника, кто-то должен геймплан на бой составлять, ему помогать, понимаете, кто-то должен обеспечить тренировочный процесс, как менеджер, да, договориться, где он должен заниматься, как он должен заниматься, кто-то должен отправить его на медицинское обследование, кто-то должен эти результаты обследования посмотреть, изменить тренировочный процесс и так далее. Это вот вокруг каждого профессионального бойца целый клубок задач, которые необходимо решать. Я поражаюсь, как наши ребята, еще не имея тренера, не имея там менеджеров, как они еще добиваются в профессиональном спорте каких-то успехов. Есть, наверное, пример Александра Шлеменко, который сам себя тренировал. Да, но это, наверное, исключение большей части. Это, во-первых. Во-вторых, к карьере Александра Шлеменко я имею непосредственное отношение. Потому что был момент, у нас мой друг Алексей Жернаков в Санкт-Петербурге, мы с ним познакомились, мы организовали компанию, которая называлась «Русфайтерс». И основная задача компании «Русфайтерс» была в продвижении именно бойцов. И Александр Шлеменко, и Андрей Корешков, и Саша Саранавский, омские ребята, они были одними из первых, кого «Русфайтерс» начал продвигать. И выход их на турниры «Беллатр» – это в том числе деятельность Алексея Жернакова как менеджера и, соответственно, компании «Русфайтерс». И был период времени, когда у Александра Шлеменко были поражения, и после поражения был какой-то, скажем, вакуум, пустота в боях. И мы специально под, так скажем, под него организовали турниры в «Братске». Вот сегодня с ребятами их тоже вспоминали. Турниры называли «Сибирский вызов». Три турнира мы в «Братске» провели. Шлеменко там участвовал, проводил зрелищные бои. До сих пор все брача не помнят, что вот к нам приезжал когда-то Александр Шлеменко, бился здесь в «Братске». И тогда эти бои, которые мы проводили в «Сибирском вызове» вместе со Шлеменко, они для него стали тоже хорошей помощью, поддержкой в продвижении его профессиональной карьеры. Спортивное портфолио стало более такое. Ну да, то есть, поэтому я, конечно, Саша добился всего сам своим талантом и так далее, но все-таки я говорю, я понимая, как это происходит, и какое-то время, будучи рядом с ним, и зная Лешу Жернакова очень хорошо, и общаясь с ним достаточно часто и много, я понимаю, что должен кто-то вести бойца. То есть, должен кто-то давать ему советы, должен кто-то строить его карьеру, как бы, прям по кирпичикам. Если этого не происходит, то, ну, как бы, очень-очень сложно иногда добиться успеха. Ну, вот даже мы сейчас начали говорить, да, вот про продвижение. Ну, когда вот думать действительно о каких-то сценариях, да, если ты должен выложиться здесь и еще прийти домой, и еще найти себе бой, еще потом выдумать. Ну, можно, да, в сторисе что-то как-то, 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 но нет, есть, конечно, люди, у которых это здорово получается делать. Вот Магомед Исмаилов, я, как бы, слежу за ним, смотрю, в общем и целом, мудряется он все это как-то совмещать, хотя, мне кажется, есть у него помощники, которые подкидывают, набрасывают ему вот эти варианты, как пошутить, над чем пошутить и все такое прочее. Ну, вот. Но, опять же, к раскрутке боев, вот, опять же, к этой паре, Минеев и Исмаилов, с самого первого противостояния, ну, здорово все было накачано информационно. И какую-то там тушенку он показывал Исмаилов, что я вот эту тушенку, я, говорит, съем эту банку, Минеев, как тебя, и тот ему в ответ. И я считаю, что наши спортсмены, наши бойцы перед турниром Сибирский Легион, конечно же, должны наводнить инстаграм. Ну, мы это сделаем успеем, у нас завтра один человек выходит на работу, Вячеслав, и он завтра эти идеи с ребятами со всеми обсудит. И постоянно, конечно же, общение, потому что я знаю, что у парней, у каждого крутые истории есть о себе, и хорошие, и грустные, и те, что действительно заставят кого-то задуматься. Это каждому парню, ну, просто необходимо дать время раскрыться в какой-то личной беседе, это мы можем запустить в формате аудиофайлов, в Телеграме раскидать, то есть люди просто будут ехать на работу слушать, там, вау, блин, я не знал вообще, как, все, там, алло, дружище, слушай, все, респектую, блин, ты что там молчал, там. То есть это очень сильно трогает самые глубокие какие-то эмоциональные стропы. И он так приобретает, что вот каких-то людей, которые независимо от результата, они всегда... Болеют за тебя по-любому, они болеют за тебя, за человека, да, 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 да. Ты подружился с ним, по сути, не видев этого человека в глаза, да, через свою историю. У нас, кстати, был уникальный сейчас на чемпионате России уникальный боец, вот мы про историю заговорили, да, есть истории, которые, на мой взгляд, вообще никого равнодушным не оставят. Выиграл чемпионат России, у нас выиграл парень, у которого нет руки, нежилотки. Вау. Причем он выиграл по-честному, то есть никто ему не поддавался. То есть это не какой-то турнир между людьми с ограниченными возможностями, это прямо вот... Началась вся эта история, я первый раз его увидел, когда мы приехали проводить чемпионат Северо-Кавказского федерального округа в этом году, в Грозном. Вот, то есть я как руководитель федерации приехал, да, я увидел парня, я на самом деле был шокирован. Во-первых, шокирован тем, что его характером, его вообще целеустремленностью, да, вот, а во-вторых... А ему не подыгрывали? Нет, ну, я видел эти бои, с ними рубились жестко, и как бы, и он, он очень талантливый на самом деле спортсмен, и он свою, как бы, вот эту вроде как бы слабость, он ее смог превратить в некое там даже преимущество в какой-то момент. Но он и в стойке, и в борьбе, он очень дистанцию хорошо чувствует. И я, увидев его в Грозном, да, на СКФО, мы проговорились с тренером, я оплатил за счет средств федерации его дорогу на чемпионат России, ну, чтобы не получилось так вдруг, что там из-за нехватки средств они не смогли приехать и поучаствовать в чемпионат России. Мы ему оплатили дорогу, оплатили проживание, он приехал и выиграл чемпионат России, там финальный бой, который у него был с представителем ТВ, тоже там сильный парень, профессиональный боец, у которого там очень хороший профессиональный рекорд. У них финальный бой, смотрел весь зал, и все стоя аплодировали, и как он там выиграл, на волоске буквально вырвал эту победу. Я просто вспомнил к чему, что такие истории, такие люди, они не только подогревают интерес, так скажем, к событию, они еще и дают большой такой заряд для всех. Да, мотивацию, самоорганизацию, то есть вот человек, у него вот так с ним, ну, так судьба сложилась, да, как-то у него получилось так, что он там потерял, так скажем, не стал недостаточно, но он находит в себе силы и ходит в зал, еще и как бы добивается вот таких результатов, и поэтому, ну, как бы это, это для всех ребят, то есть они все являются примерами для других, то есть вот они выходят, бьются, придут 2000 человек в труде посмотреть и скажут, блин, ну, вот простой, же парень боит, простой парень Максим, почему я-то так, ну, не делаю, просто они идут, тренируются, да, в зал, а я вот почему-то этого не делаю, это для многих еще толчком послужит, вот здесь же в Академии Недоборств вечером занимается, ну, Вячеслав, вы же знаете, да, много людей, которых вот как раз воодушевляясь, да, я про это и говорю, что после этого, они просто приходят, да, парня просто придут те, кто захочет винтарно, да, мешок поглотить, там, немножко жиров сбросить, ну, то есть это, это нормальное явление, и это такое, так скажем, постоянное движение, то есть если бы не было ребят на вершине пирамиды, да, которые вот показывают свои возможности, если бы не было таких примеров, вот как Амаль, про которого я рассказывал, про парня сейчас, с Кавказа, да, вот, то и, может быть, и меньше людей бы спортом занималось вот таки. Поэтому наша цель, мы как вот Академия Недоборств, Федерация Панкратион России, Лига МФП, мы вот как стараемся эти идеи, прежде всего идеи, нести, так скажем, и держать, развивать спорт за счет этого, вот, поддерживать ребят, там, чем можем, тем поддерживать. Может быть, в дальнейшем, не знаю, на базе Академии, может, и профессиональная команда какая-то сформируется. Но это было бы круто. У которой будут, наверное, нужно будет, и тренер будет, и условия есть, и они не будут, как, вот, мне их иногда жалко, потому что они, ну, я вижу, что они где-то и ошибки совершают, ну, потому что у них выхода, да, они пытаются сами, и где-то что-то получается, не получается. Чтобы ошибок избегать, нужны просто, ну, как бы опытные люди, которые в этом чуть лучше понимают и имеют больше опыт, да, и которые просто подскажут. Ведь менеджер и тренер – это не люди, которые, там, владеют бойцом, как рабом, как, ну, многие воспринимают. Менеджер и тренер – это прежде всего люди, которые могут подсказать, дать совет. Все равно все решения принимают сами бойцы, ну, как бы они, это их спорт, это их бой, они его ведут. Но всегда важно, чтобы кто-то был рядом, где-то поддержал, где-то подсказал, где-то помог, где-то направил, где-то просто сказал, не делай этого, вот этого не делай. И все, и все начинается, как бы, немножко по-другому. Как один есть тренер, у которого я тренируюсь по одному направлению, ну, вы его прекрасно знаете, Александр Сазнаков. Ну, конечно. И он говорит, а ты из тех бойцов, которых надо самого от себя спасать, который говорит, все, сегодня мы делаем одну тренировку, но тебе больше не нужно, тебе нужно восстановиться. Саня, кстати, молодец, он здорово, ребят туда, по ФССИ возит и классно парня выступает. Сейчас Куриш Сагов, насколько я знаю, готовится к бою тоже. По-моему, по кулачке у него. По кулачке, да. Сейчас ребята 5 ноября в Сочи на Красной Поляне два боя проводят. Такие хорошие соперники у него. Я вот еще вот о чем хочу сказать. А если, не если, а когда Сибирский регион, сразу, когда Сибирский регион станет, это однозначно, то есть это уже все по-любому будет. Я думаю, что такие крупные спонсоры, как у того же промоушена РССИ, они найдутся у Сибирского региона однозначно. У нас край богатый, у нас есть крупные компании. У нас однозначно, если мы об этом говорили на одном из подкастов, кстати, с Сашей, и с Аркадием мы сидели, разговаривали. Я говорю, как бы Аркадий говорит, знаешь, есть люди, у кого есть деньги, много их. Но, возможно, им просто не интересно. Им кажется, что я бы, может быть, и помог, но как-то пока не видно. Просто тут и площадка, считай, будет. И вот, и возможно, что даже для них, для этих людей, я имею в виду, станет просто уже каким-то престижем прийти к вам и сказать, я готов оказать поддержку проекту Сибирский регион, потому что это будет делом престижа. Так, а мы сейчас именно то, о чем вы говорите, все правильно. Мы и говорим сейчас людям, мы не просим дать денег. Мы говорим о том, мы вот это делаем. Становись рядом с нами и делай тоже с нами, помогай нам. И тогда люди как-то в это втягиваются, потому что когда они понимают, что мы хотим сделать, какое событие, для чего и почему, и они, соответственно, все стараются, как бы, вот, давайте, чем могу, помогу. То есть, здесь нет такого. То есть, ну, как бы, если я вкладываю там свои личные деньги, да, ну, все же понимают, для чего это делают. То есть, это не, вот, спортивные турниры в России, это не про бизнес, то есть, это не заработать денег. Никто на этих турнирах не зарабатывает. Вот, это, наоборот, все время вложения с чьей-то... То есть, и даже перспективы нет, все-таки, уйти на что-то, что... Ну, у нас экономика вот этого спорта, да, экономика профессиональных боев, она немного другая, чем в тех же Соединенных Штатах Америки. То есть, там заказчиком, так скажем, основным плательщиком, основным финансовым фундаментом является все-таки телевидение. И, то есть, там очень большие продажи, вот, этих pay-per-view, значит, продажи рекламы и так далее. То есть, там телевидение прям, вот, очень серьезные деньги платит тому же UFC. Bellator, это вообще дочерняя компания, вот, телеканала. Вот, у нас, к сожалению, пока не так. Поэтому у нас все турниры, которые известны, тот же RCC, про который говорили, это просто люди, имеющие деньги, которые вкладываются в развитие этого спорта. ISEA тоже самое, люди, имеющие деньги, вкладываются... Нет, но у нас неплохо развито телевидение, это в целом-то... Да, ну, вот пока платить, там, такие, так скажем, деньги, как это есть в Соединенных Штатах Америки, да, пока наши телеканалы, на самом деле, не готовы. Вот, и, ну, это было бы здорово, я надеюсь, когда-то мы к этому придем. Но сейчас это так, сейчас вот какая-то общество, мини-общество, мини-группа людей просто берет, вкладывается, и тогда что-то происходит. Если не вкладывается, ничего не происходит. Тут можно и про события говорить, как Сибирский легион, и про Академию Ниноборств тоже можно говорить, про которую я уже говорил, взял человек, да, Сергей Валентинович своих денег личных отдал на ремонт, на оборудование и так далее, и вот появилось в Иркутске такое место. Вот, потому что, если таких людей бы, ну, не было, если бы они не были заражены, вот, идеями, тем, что помогать спорту, что воспитывать, там, подрастающее поколение, то очень многие вещи бы просто не реализовались, многие идеи бы не реализовались. Поэтому это важно, и поэтому еще раз повторюсь, что мы убеждены, делая то, что мы сейчас делаем, мы убеждены, что у нас ряды наших партнеров, там, скажем, они будут расширяться, людей, которые хотят участвовать, хотят помочь, их будет больше, вот, потому что мы делаем, ну, на мой взгляд, очень хорошее дело, правильное дело. Сибирский легион, если, предположим, все реализуется, опять же, вот это слово партнер, когда все реализуется, да, и, условно говоря, уже начнется расширение вот этого спектра, значит, зрелищ всех, которые можно будет увидеть в рамках этого проекта, там, Кулачка, МВА, Тайский босс, и так далее, и так далее, может быть, все-таки, имеет смысл добавить вот эту, я все-таки никак не могу пока вот сказать, однозначно, что умерла большая бойня, может, все-таки и этого зрителя еще притянуть, кому нравится силовый экстрим, и притянуть его не в формате только железа, а все-таки с этими ребятами переговорить, может, пора уже в ринг выйти, парни, у вас есть, да, у вас есть аудитория людей, кто вас любит за ваши бицепсы, но так, может быть, пора побоксировать выйти, у вас она два раза увеличится, был не очень удачный опыт у Михаила Кокляева, так скажем, но он был первый, первый проходец, я бы не сказал, что неудачный, а что, ну, он упал, а кто не падал? Ну, все еще и об этом потом говорили, обсуждали, там же в этой, по-моему, последнее какое-то условие было бороться по Бурятскому центру, и очень зрелищно было, когда парни выходили бороться по Бурятскому центру. Совсем другая аудитория, то есть мы сейчас завязаны на аудитории бойцовской единоборств, которые люди вот в этой, во всей среде, а здесь, получается, люди совсем с другой, и как бы такое объединение. Да, да. Мне кажется, тут тоже так в дальнейшем как-то вот это надо бы рассмотреть, может, это будет что-то не из силового экстрима, прямо уж так, как это было тогда в бойне, может, это уже больше какая-то динамика именно заряженная под единоборство, то есть что-то из кроссфита, но нравится людям видеть, как кто-то таскать железяки, но может быть дать им это, а потом дополнить это все поединками между, вот, скажем... Еще бы зрелищную арену хорошую. Опять же, да, опять же, да, опять же, да. Но исходить из того, что есть, в любом случае, мне кажется, что сейчас... Многие мероприятия, которые можно проводить, ну, вот, в такое, в теплое время, да, года, в летнее время, которые можно проводить, ну, там, на стадионах, там, пары, это все... Все, опять же, мы к чему приходим? Мы приходим к тому, что любое событие, да, и любой ивент, как сейчас модно говорить... Сейчас модное словечко, кстати, ивент. Да, оно требует определенной подготовки, оно требует, чтобы это делала команда, и оно требует определенного финансирования. Все, чем мы занимаемся сейчас, это вот, как бы, основы, так скажем, event-менеджмента, вот. Вот, и поэтому нам бы хотелось, чтобы команда наша сформировалась, набралась опыта, так скажем, ну, окончательно, с учетом того, что у меня еще Вячеслав приходит завтра. Все, блин. Вот, она, команда, сформируется, команда, это будет на постоянной основе проводить какие-то спортивные мероприятия, да. Сибирский регион... Става иркутских бойцов хватит. Однозначно. Да, то есть, чтобы они не каждый месяц, там, хотя бы, там, раз в два месяца могли участвовать, они получают свои бои, они получают свои гонорары, то есть, люди приходят, получают эмоции. На футбол же ходят люди, там, каждые выходные условно года футбол. Почему бы не ходить раз в месяц, там, на бои во дворец спорта? В том-то все и дело, что, я еще раз возвращаюсь к тому, что мне, мое окружение, все говорят, слушай, вот, будет классно, классно, но вот, надо, чтобы это было и дальше, потому что, куда ходить? Куда ходить? Ночной клуб Сахар? Я был на днях на баскетболе, в баскетбольный клуб Иркут играет. На самом деле, очень здорово, очень здорово, что в Иркутске есть люди, которые поддерживают, вот, игровые, в том числе, виды спорта. Я знаю, что это сложно, что это, там, бюджет не всегда помогает, и, может быть, немного помогает, но есть, опять же, люди, которые, там, имеют возможность финансовую, да, и они, вот, это дело тащат. Баскетбол, благодаря этому, в Иркутске сохранен, футбол, благодаря этому сохранен. Вот, даже есть, вот, эта лига джентльменов по боксу. Да. А, все ребята проводят. Да. И, ну, Опять же, есть люди, у которых есть идея, есть люди, которые поддерживают, да, в том числе, финансы. И у профессионального спорта, я считаю, что большое будущее, и у нашего профессионального спорта тоже большое будущее. Потому что мы все равно идем постепенно, но все равно идем к тому, чтобы быть такой же профессиональной сферой, как тот же футбол, условно, баскетбол. То есть, чем бойцы хуже, там, баскетболистов, футболистов, конечно. Становится. Если раньше, например, система подготовка одна была, и знания одни были, то сейчас все гораздо глубже. И тренерский состав должен быть широкий, там, по разным видам направления. Они должны между собой общаться. Там, процесс весогонки раньше не было, да, таких историй, как там вес гонять, как восстановиться и так далее. Сейчас там у каждого какая-то своя система есть. Сейчас и раньше, как бы, борцы доминировали, а сейчас и ударники неплохо начали бороться, потому что... Осваивают борьбу. Да, потому что все есть в открытом доступе, все тренируются, тренируют борьбу. Ну, вот здесь, кстати, у меня не так давно был разговор с ребятами, мы даже так жарко поспорили. И я наставил на такой точке зрения, что лучше борца научить боксировать, чем, условно говоря, там, ударника научить бороться. Ну, не так давно я провожу тренерские семинары, как руководитель федерации, как тренер, тоже с большим стажем. У меня есть своя авторская методика подготовки спортсменов в смешанных единоборствах. И мы с ребятами, как раз на семинаре, с тренерами, именно об этом и говорили. То есть, я говорю, а почему вот так? В этом же есть, ну, так сказать, физиологическая основа у того, о чем вы говорите. То есть, двигательный навык есть попроще двигательное действие, есть посложнее двигательное действие. Естественно, ударное двигательное действие, которое человек совершает, оно проще. И, соответственно, центральная нервная система, которая управляет этим движением, она быстрее это схватывает. Борцовское движение... И в дальнейшем к этому тяготеет. Да, борцовское движение, броски какие-то, они, как правило, все сложно координированные действия. То есть, там включаются все, во-первых, все звенья тела. Одни мышцы тянут в одну сторону, другие в другую сторону. Да, в базной плоскости задействуются. Да, и центральной нервной системе уже сформировать такой двигательный навык и, соответственно, овладеть им, да, то есть, требуется больше времени. И поэтому бывает так, что борец, который, в принципе, уже является координированным человеком, который может управлять своим телом, да, потому что вы же знаете, что борцы, юные борцы в детско-южеской спортивной школах с раннего возраста, они много внимания уделяют акробатике. Да, да, да. Что такое акробатика? Координация, да. Конечно, конечно. Это вот как раз тренировка навыка владения собственным телом, то есть, вот эти формирования новых двигательных движений. И поэтому борцы, они, в принципе, люди координированные, и для них, которые могут выполнять вот эти сложные действия, сложно координированные, сложно составные такие действия, как броски, им, вот, простые действия в виде ударов, ну, достаточно просто. Проще заходит. Да, проще заходит. Но есть другой момент, очень важный, потому что есть некоторые качества, которые позволяют ударникам выигрывать и побеждать. Это, ну, мы их называем так психофизические качества, например, чувство дистанции и сложная реакция у человека, которая, вот, она тоже тренируется с детства. И когда ударники в спаррингах и в детстве… То есть, он только вышел на свою какую-то определенную дистанцию, он тут же ее реализует? Конечно. Вот боксеры, они очень тонкую дистанцию чувствуют, потому что, ну, там все время, все время какой-то спарринг, они эти удары, да, они их прямо там кожей, условно говоря, чувствуют. И реакция у них вырабатывается. У борца, который, которого не били, которому в голову не летели удары с детства, да, у него могут эти качества быть не сформированы. Ну, да, да. И тогда он, выходя, освоив вроде как бы движение, удары, но при этом не имея высокий уровень развития, вот, психофизические качества, он может из-за этого проигрывать. Именно поэтому то, что ребята говорят, так сейчас и происходит, что ребята ударники, да, они во многом начинают борцов уже чувствовать. То есть, они очень четко подбирают под них дистанцию, они не дают заходить в борьбу, да, они их хорошо встречают. И поэтому борцам уже сейчас становится тяжелее, вот, чем было раньше на заре, так скажем, ММА, когда зарождался наш вид спорта. Поэтому сейчас очень много универсальных бойцов, те, которые могут и бить, и бороться. И очень многие, да, очень многие уже начинали свою спортивную, так скажем, карьеру, уже будучи смешанниками, да, то есть, как мы говорим, которые... Я даже начинал. Вот, пример. То есть, я пришел, даже помним, так забавно было, что написали, я в Сыктывкаре провел бой, это был соглавный бой, на турнире, мне тогда первый бой, у парня было 5-1, 5 нокаутов. Я поехал с ним, подрался, выиграл его, и там потом, ну, писали информацию об этом, что хорошая школа кикбоксинга дает свои плоды. Я никогда в жизни не занимался кикбоксингом, ну, то есть, вообще просто, ну, вот, как-то это легло. Один из последних боев, мы там с соперником так рядом были, ну, и что-то прикол, я говорю, какой план на бой? Он говорит, какой план на бой? Где хоть один бой, где ты не борешься? Я так подумал, реально, ну, нет такого боя, где не борюсь. Ну, вот, то, что вы сказали, действительно, я воочию это видел, да, все вы воочию друзья видели, да, вот, опять же, сошлюсь к этой паре, вот, они мне очень симпатичны, как люди, как спортсмены, это Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Даже взять последнее противостояние, да, когда, действительно, такой опытный борец, как Магомед Исмаилов, да, и, в общем и целом, закоренелый ударник Владимир Минеев, ну, да, действительно, в общем и целом, неплохо продержался-то. И в парте, и везде, то есть, он особо-то не дал Исмаилову реализовать все свои, эти, борцовские навыки и приемы. И, да, действительно, в конечном итоге потом просто забил его. Да, 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 защитился от борьбы. Защитился, то есть, он даже, он даже не боролся, он просто защищался, просто защищался, да, в борьбе. Я, если честно, я думал, Исмаилов просто впечатает ему голову, вот так вот, ну, нет. Ну, вот даже последнее противостояние Ислам Махачев и Волкановский, в первой бой, когда они проводили, просто все были поражены, что вроде бы как борец Махачев перебивал Волкановского, но не мог забороть его. Не мог, я сижу, что происходит вообще, не понимаю. Спину забрал, и все, и как бы, и на этом все, приехали. Да, тот же самый Джастин Гейджи, чистый борец, и он только ударную технику перешел. И он последний бой выиграл Физиева, Рафаэля, тот самый опасный ударник в UFC, и выиграл его ударки. Вот эти грани между стилями, грани между там ударник-борец, они стираются. Я говорю, и сейчас очень, в некоторых вообще сложно сказать, кто он, ударник или борец. Потому что ребята на высоком уровне, они умеют все достаточно качественно, умеют хорошо бороться, как и убить. Раньше, допустим, вот этот представляет кикбоксинг, этот самбо. Сейчас вот все универсальные бойцы стали. То есть, когда ты доходишь до определенного уровня, ну, такого high level, уже более-менее высокий, да, то ты не можешь не уметь что-то, ну, ты просто туда не доберешься. То есть, нет, если у тебя там борьбы, ударной техники, там, физических данных, там, выносливости какой-то определенной, ты просто не дойдешь туда. Поэтому вот наши виды спорта, да, вот панкратион, ММА, вот смешанные виды, они этим и сложны, с одной стороны, с другой стороны, этим и привлекательны. То есть, по сути, это такие универсальные солдаты, они должны уметь все, все, что умеет боксер, все, что умеет борец, все, что умеет, там, тайский боксер. Мы должны уметь все, все, что грэпплер умеет. Там, в одной вольной борьбе, там, в борьбе 3000, там, приемов, да, в джиу-джитсу в бразильском, в грэпплинге, там, более 5000 приемов партера каких-то. А нам надо это все, потому что мы не можем дать сопернику где-то лазейку, да, в которую он залезет и найдет наше слабое место и в итоге одержит победу. Поэтому мы вынуждены все это закрывать. Если что-то не умеешь, то ты должен, по крайней мере, это закрыть и сделать так, чтобы соперник это не мог этим воспользоваться, то есть этим слабым местом, да. Поэтому и сложно, то есть я говорю, вот, а физически вообще, вот, например, тот же бокс брать, да, ну, в боксе достаточно, так скажем, однолинейный. То есть, есть удары руками и больше скоростная работа. И выносливость-то, она у них больше динамическая. Да, другая. А выносливость, которая у борцов в том же самом партере, в захвате, когда это все, тем более, да. Это надо держать и дышать, и еще реализовать какие-то действия. Конечно, статическая нагрузка и плюс все время какие-то максимальные усилия, они очень быстро выматывают. Попробуйте вот минуту побороться, условно говоря, боксер, который продержится 12 раундов, минуту поборется и устанет. Ну, да, все говорят, самый такой сложный силовой вид, и нет, просто это вольная борьба. Ну, вольная, да, но с другой стороны, у тех же вольников, у них меньше вот этих динамических, вот этих передвижений меньше, да, то есть вот этих быстро-скоростных движений. Контроль позиции, и они встают. А по ММА, например, ты вот по себе знаю, ты, например, перевел человека, удержание, плюс действие, встает, и он пошел на тебя, это уже совсем другая история. Или ты его перевел, он встал, и ты позицию не закрепил, ты ничего с этого перевода не получил, ты продолжаешь бороться. А у тебя ровно 5 минут, ты можешь себе 5 минут пробовать его перевести. Начи, вот просто еще в голову, и передучим летят удары, да, еще летят удары, да, еще. Бить могут тяжело, например, Махачев, у них в зале тренируется Кадим Магомедов, Магомед, по-моему, он серебряный призер, олимпийский сигнал, да, и он борется с Махачевым у сетки, ну, у стены, и Махачевым ничего не может сделать. Не может ему ничего сделать, ничего не может сделать. Ну, потому что это другая борьба, другая стихия. Совсем другую работу. У стены абсолютно по-другому борешься. Там даже средний борец может, ну, быть очень хорошим борцом. Просто знать определенные нюансы, там, защитные действия, атакующие и так далее. Вот, друзья, я еще раз сейчас маленько сделаю такой маленькой такой резюме. Вот смотрите, да, по сути, по содержанию нашего разговора, вы понимаете, что уровень бойцов, которые будут на этом великолепном мероприятии 8 декабря, потрясающий. Более того, после того, как это все закончится, приходите в Академию единоборств, общайтесь с парнями, впитывайте, впитывайте. Вот я сижу, я уже получаю огромное количество информации, и у меня уже огромное желание просто прийти к этим ребятам, работать вместе с ними, чтобы освоить все эти вещи. Ну, это я так. А пропо. По турниру, будет ли какая-то прямая трансляция, какая-то комментаторская работа, или пока это не нужно? Нет, я же сказал, что у Лиги МФП контракт с ОКО ТВ. А, точно. На ОКО ТВ будет прямая трансляция, комментаторы, соответственно, будут с ОКО ТВ. Вот, мы занимаемся организацией этой трансляции, то есть, чтобы камеры, операторы, чтобы все было на уровне, чтобы все соответствовало техническим требованиям, значит, ОКО ТВ. То есть, турнир выходит не только на местное вещание, но еще и за границы нашего региона. Ну, это важно. Сейчас без телевидения, в наше время без телевидения стоит сложным. И это, во-первых, цели, которые мы преследуем, они сами по себе нам подталкивают к тому, чтобы мы максимально о себе рассказывали, чтобы мы максимально открывали, так скажем, все событие, чтобы оно было открыто, доступно, понятно. Я думаю, это будет еще классный финал всей этой истории, или, как минимум, такая мощная-мощная-мощная реализация. В плюс, когда вы приходите, и вам звонок. Алло, здравствуйте, Константин Юрьевич, это матч ТВ вас беспокоит? Кто-кто? Да, да. Сейчас, секундочку. Тина, подойдите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Можно, вот, Максим и Баира, вот, тут нам предлагают, давайте, как-то мы это на регион, представителей отправим ко мне. Ну, это вам надо звонить хотя бы через месяц. Пока мы не можем. Да, на Вайт два дня обивает пороги в Академии. Мы никак не можем понять, надо его пускать, не надо пускать. То есть, предложение несерьезное. Здорово. Ну, в общем, будем продолжать, будем снимать. Я так понимаю, теперь мы работаем по накачке парней информационным, таким правильным содержанием. Приятно было поговорить. И, друзья, 8 декабря, дворец спорта-трут, Сибирский легион, приходите, будет, ах, как жарко. И полезно посмотреть. Полезно в том плане, что драка это не просто что-то из... Это искусство. Это искусство, да. Правильный, классный карт, отличная обстановка и крутая организация. В общем, вы не будете разочарованы, Сибирский легион. До встречи на турнире. Ребята, спасибо за разговор. Спасибо.